18 декабря 2017 года комиссия по законодательной деятельности при правительстве России сообщила, что одобряет законопроект об органическом сельском хозяйстве. Что означает органическое сельское хозяйство и какое значение оно будет иметь для простых граждан? Поговорим об этом прямо сейчас в нашей рубрике «Экономический ликбез» с Максимом Журавлевым. Здравствуйте. Но после публикации сообщения на сайте российского правительства о новой законодательной инициативе, практически сразу в СМИ появилась информация о создании в продуктовых магазинах так называемой «зеленой полки». Вот на этой полке предполагается выставлять на продажу продукты питания, отвечающие самым строгим экологическим требованиям, то есть органические продукты. А что конкретно имеется в виду? Ну вот как рассказал интервью российской газете заместитель министра сельского хозяйства Иван Лебедев, «зеленая полка», которая сегодня есть в Европе, в Америке, появится и буквально в наших магазинах. На этой полке будет представлена продукция, произведенная по очень строгим правилам, начиная с почвы, семян, удобрений и процесса возделывания, и заканчивая упаковкой, транспортировкой и хранением. Речь идет о создании в России производства продуктов питания без использования пестицидов, синтетических минеральных удобрений, регуляторов роста, искусственных пищевых добавок, а также без использования генетически модифицированных продуктов и прочих добавок, ускоряющих созревание плодов и улучшающих вкусовые характеристики. То же самое коснется и животноводческой отрасли. Например, как говорят эксперты, на каждую корову должно приходиться не менее 6 гектаров площади. В противном случае животные будут испытывать стресс, и их молоко уже не будет полезным для человека. Вот, как сказано в сообщении комиссии по законодательной деятельности, производство органической продукции требует отдельного законодательного регулирования, поскольку технологии, применяемые в ее производстве, существенно отличаются от технологий, применяемых в традиционном сельском хозяйстве. С законопроектом также предусматривается создание единого государственного реестра производителей органической продукции, который будет содержать сведения о производителях и видах производимой ими органической продукции. Вот как отмечают эксперты, внедрение органического производства может привести к снижению урожайности и повышению длительности изготовления, а следовательно и к повышению цены. А вот некоторые экономисты и вовсе прогнозируют возможное увеличение стоимости продуктов зеленой полки минимум в два раза. Однако идея продавать экологически чистые продукты не нова, например, в развитых странах производства органических продуктов, началось еще более 30 лет назад. В результате коммерческое биопроизводство окончательно сформировалось еще в 90-х годах прошлого века. Ну а когда рынок обычных продуктов в западных странах оказался насыщен, то для многих производителей переход на биопроизводство был единственной возможностью выхода в нишу, свободную от конкуренции. Ну и, соответственно, более прибыльную. Правда, наладить биопроизводство было намного сложнее, чем обычное. Так, чтобы перейти на экологически чистое земледелие, фермерам требовалось не менее трех лет. Именно за такой срок почва избавляется от минеральных удобрений, которые были внесены при обычном земледелии. Кроме того, от экологического производства продуктов нельзя ждать быстрой отдачи. В первые годы урожайность, напротив, даже снижается. Ну а поскольку готовые биопродукты, как правило, изготавливаются вручную, на их производство уходит гораздо больше времени. Вот, например, обычный йогурт делают примерно за один час, а био-йогурт за 15 часов. И сам продукт, соответственно, становится дороже. Например, цена биопродуктов на 50-80% выше. Кроме того, биопроизводство предполагает более жесткий контроль за качеством в каждом звене технологической цепочки. Вот, например, чтобы получить сертификат на производство натурально-экологически чистого сыра, производителю нужно выполнить несколько условий. Одно из них – это использовать в производстве инвентарь только из натуральных материалов, например, из дерева или камня. Ну а в целом идея с продажей в магазинах экологически чистых продуктов неплохая. Однако ее воплощение в реальность будет иметь некоторые трудности. Основная из них – это платежеспособность среднего гражданина. Для успешной реализации идеи необходимо, чтобы цена на органические продукты была такой, за которую рядовой потребитель может себе позволить купить. Однако, как мы уже выяснили, это практически будет невозможно сделать. Вот и получается, что с появлением зеленых полок в магазинах у покупателей появится выбор – купить экологически чистый продукт без вредных добавок, но задорого, или довольствоваться более дешевыми продуктами, выращенными на пестицидах или изготовленными с использованием низкосортного пальмового масла. Но, однако же, есть и третий вариант – это выращивать овощи самостоятельно или покупать мясо молоко у проверенных фермеров с надеждой, что в Забайкальском крае все еще немало добросовестных, честных, частных производителей продуктов питания. Но, пожалуй, на этом все. А сейчас предлагаю по традиции пару слов о курсе рубля. В первые дни нового года валютная пара доллар-рубль продолжила генеральный тренд на укрепление национальной валюты и сегодня торгуется в диапазоне 57,18 – 56,80 за доллар США. Ну а сильную поддержку рублю оказывает нефть, которая показывает ценовые рекорды. Так, на прошлой торговой сессии стоимость барреля нефти марки Brent достигла значения 69 долларов 29 центов, что является рекордом с мая 2015 года. Но основными причинами удорожания нефти – это скандал Саудовской Аравии в элите. Но несмотря на рост мировых цен на нефть, российские водители при этом с ужасом ожидают рост цены за литр бензина. Вот такие дела. Ну а официальный курс валют на сегодня от Центрального банка – доллар 57,05 рубля, евро 68,21 рубля. Ну а лучший курс доллара в Читинских банках на сегодня покупка – 56,73 рубля, продажа 57,30 рубля. Ну на этом все. А постепенно погружаемся в рабочие будни. Увидимся. Спасибо, Максим. Я напомню, это была наша рубрика «Экономический ликбез». Мы говорили сегодня об органическом сельском хозяйстве и зеленых полках, которые совсем скоро появятся в магазинах. Если вы включили телевизор только что, полную версию программы ищите на нашем сайте. Валютный рынок всегда в движении. Каждая секунда – это возможность заработать на курсах валют. Научись искусству трейтинга у профессионалов. Аль Пари. Спасибо за просмотр! Продолжение следует...